Добрый вечер, друзья! Светлана нам вопросик зачитает. Добрый день, Михаил. Я собираюсь в Америку. Через месяц-полтора по визе Джей Ван как интернет. Контракт на год. Знаю, что по моей специальности зацепиться нереально хоспитал-эти-менеджмент. В гостиничной хозяйстве, да. Поэтому хочу поступить в магистратуру с осени 2017 года. К тестам уже готовлюсь. Знаю, что могу хорошо стать. Но для того, чтобы получить стипендию на обучение или хотя бы просто поступить во многие вузы, нужно еще и волонтерство. Так вот, как в США все это работает? Сложно ли стать волонтером, если опыта нет? Можно ли заниматься этим в свое свободное время по Джей Ван визе? Буду очень признательна за ответы. Да. Ну, что сказать? Значит, мы со Светой не иммиграционные адвокаты. И, как бы, когда речь заходит о тонкостях виз, там, чего можно с такой визой и что с такой визой, мы, как бы, не сильно, самое, можем посоветовать. Но, hospitality management, такая интересная профессия, вот, когда человек говорит, что зацепиться нельзя, зацепиться можно. Я вижу людей, вот, когда мы в каких-то, ну, бывают поездках, в хороших, там, солидных отелях, там, курортах, мы там видим людей со всего мира, которые вот буквально там вот так зацепляются. Я не уверен, что им там грин карту дают, но они там по нескольку лет работают, как-то им там это все оформляют. То есть, как раз, hospitality management в этом смысле такая область вполне, вполне ничего. Теперь, волонтерство. Значит, в Соединенных Штатах есть, как бы, некоторые ограничения на волонтерство. Значит, первое ограничение состоит в том, что бизнесы, то есть коммерческие организации, не могут брать волонтеров. Потому что, если берешь человека, что-то у тебя работает, платить деньги, так, то есть бизнес не берет волонтеров, не должен брать. Но есть организации, которым можно брать волонтеров. Это госпиталя, и это нон-профит организации. Я не уверен, что есть какие-то, там, гостиницы нон-профитные, или там, какое-то гостиничное хозяйство в госпиталях. Хотя, я не знаю, может быть, в госпиталях, мне трудно сказать, конечно, это не то же самое, там, как люди размещают в госпитале, нежели, там, скажем, гостиниц. Но, во всяком случае, что-то разрешено. Кроме того, есть еще один аспект. Когда вы являетесь студентом, то ваши... Есть такие graduation requirements. То есть, грубо говоря, там, вот вы должны пройти практику, как студент. И закон так говорит, что если для того, чтобы получить ваши дегри, ну, там, мастера, там, в данном случае, да, вы должны пройти где-то практику, то она может быть и бесплатной тоже. Вот, если мы так уже совсем на легальную сторону идем, в принципе, волонтерство исключительно распространено. Очень-очень-очень сильно распространено. Это первое. Второе. Если вы приедете в гостиницу, в какую угодно, там, в общем-то, много вакансий таких временных, там, непостоянных. Посмотрите, вот ребята, которые работают по work and travel, они же в основном вот работают в гостиницах, в ресторанах. Это индустрия такая, она с сезонными, с сезонными пиками. У них не будет проблемы заплатить вам, там, сколько за это положено заплатить. Я не думаю, что они захотят вас как волонтера. У них есть деньги. Но если из вашего учебного заведения с ними договорятся, то они могут вас взять и как волонтера. Значит, получение денег упирается в то, что есть ли у вас право юридически на то, чтобы получать деньги. И вы спросите там, где вот у вас ваше учебное заведение есть, там будет, вот. Вы у них спросите, какие ограничения на заработок. Дают работу внутри. Вот эта программа мастер и ПИД сдвоенная. Я знаю, что люди там работают прямо на кемпусе и получают за это деньги. Правильно. Одно дело на кемпусе, а другое дело, ему же надо вне кемпуса, ему же надо по специальности. Он хочет идти там на магистра. Но я думаю, что они организуют эти волонтерские программы, как-то посылают там ежегодно. Я сказал, что это возможно. Я о другом говорю. Я говорю о том, что находясь на визе J, наверное, он может сколько-то подрабатывать за пределами кемпуса. На кемпусе, если бы у него была виза F, Света, F1. У него не F, у него виза J. А с J можно учиться разве? Ну, есть программы, типа стажировки, я не знаю. Вот, поэтому, наверное, можно. Я не знаю точно деталей, но он должен был бы поспрашивать. Я думаю, что когда вы сюда приедете уже, и в это время вы можете пойти к иммиграционному адвокату и уже все вопросы как-то выясните. Да не надо к адвокату. Он будет учиться в учебном заведении, и там ему все скажут. Там есть канцелоры, которые сто раз в день отвечают на эти вопросы. Иммиграционный адвокат ему будет нужен, когда нужно будет оформить что-то там, я не знаю, что, политическое убежищество или еще что-то. А так ему адвокат не нужен. Это все в учебных заведениях происходит. Поэтому вопрос был о том, волонтерство возможно ли, распространено ли и так далее. Волонтерам устроиться очень-очень просто в целом. Потому что большой спрос на волонтеров. Но существенно, если вы ограничены каким-то видом бизнеса, если вы ограничены визами, визовым статусом, там еще что-то, да, конечно, начинаются какие-то, может быть, тонкости дополнительные. Но, в общем, в целом, волонтерство исключительно распространено. Правда, Светлана? Да, все non-profit берут волонтеров. Да, и госпитали берут волонтеров. В общем, посмотрите. Я думаю, что ваше учебное заведение вам ответит на ваш конкретный вопрос с такой точностью, с которой не ответит никто, кроме тех, кто прошел уже этим путем. Поэтому это вопрос такой достаточно узкий. И его надо вот в узком таком контексте спрашивать у тех, кто узко этим занимается. Счастливо! Счастливо!